Здравствуйте! В эфире вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Провокации Армении свидетельствуют о том, что она не заинтересована в мирном процессе. Как заявили в МИД Азербайджана, вся ответственность за последнее напряжение на государственной границе лежит на Ереване. Оперативная обстановка в зоне боевых действий на государственной границе с Арменией находится под полным контролем азербайджанских подразделений, заявили в Министерстве обороны Азербайджана. Армянская сторона понесла значительные потери. Баку и Астана активно сотрудничают в различных областях. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан еще раз показал беспрецедентно в истоке уровень двусторонних отношений между странами. Отношения Анкары и Ариада, испортившиеся после убийства в 2018 году саудовского журналиста, начали налаживаться. Между Министерствами иностранных дел двух стран состоялся первый за много лет раунд политических консультаций. Оперативная обстановка на государственной границе Азербайджана с Арменией в Лачинском направлении находится под полным контролем азербайджанской армии. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана. Сегодня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Горийского района подвергли интенсивному обстрелу из минометов и крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Лачинском районе. В результате армянской провокации погибли трое военнослужащих азербайджанской армии. Золов Видади, Гасанов Эльшат и Тагиев-Сабухи. Также есть раненые. Ответными мерами, предпринятыми подразделениями Азербайджана, огневые позиции противника были подавлены. Вооруженные силы Армении понесли значительные потери. Обострение на границе мы обсудим с нашим гостем. К нам подключается Нами Калиев, доктор юридических наук, чрезвычайный и полномочный посол. Нами Кмелем, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Нами Кмелем, сегодня была совершена очередная военная провокация. Погибли трое военнослужащих азербайджанской армии. Также есть те, кто получили ранения. Вот как вы считаете, чем можно объяснить данную провокацию и с какой целью она была совершена? Здесь есть несколько моментов. Первый. Во-первых, в самой Армении есть достаточное число и количество лиц и сил, которые желают реванша. И вот этот реванш, он, естественно, является тем фактором, который, значит, соответствует той психологии, той установке, которая есть, в общем-то, в армянском сообществе. И поэтому вот этот момент, он действительно очень сильно воздействует на психологию самого населения. Второе. Воздействие внешнее. И вот это внешнее воздействие, оно, естественно, играет определенную роль. Определенным силам, которые являются и в самой Армении, которые имеют место и вне Армении, но заинтересованы в обострении обстановки на Южном Кавказе, они, естественно, заинтересованы в обострении этой обстановки, в создании тех условий, когда между Арменией и Азербайджаном возникнут, возникнут, скажем так, если даже не боевые действия, но определенные инциденты, которые могут повлиять на общую ситуацию на Южном Кавказе. Мы все прекрасно понимаем, что на территории Южного Кавказа есть очень много интересов тех или иных стран, тех или иных сил, которые пытаются воздействовать на вот эту ситуацию, скажем так, гибридными способами использования гибридных методов ведения и политических влияний, политических воздействий, политических методов воздействия на эту ситуацию. Ну, например, если мы рассмотрим то, что происходило и происходит сегодня на территории Азербайджана или на территории, скажем так, территории Азербайджана под контролем российских миротворцев. Ведь то, что на протяжении определенного периода времени мы видим, как Армения, вопреки всему, вопреки треоставленному соглашению, вопреки тому, что мы имеем возможность, обеспечивая свою территориальную целостность, влиять на ее целостность, тем не менее, мы сталкивались с тем, что мы сталкивались с тем, что определенные силы позволяли повозить на территории Азербайджана и вооруженные, и, значит, определенные и определенные то есть получается, что не вторая Карабахская война, вот не сентябрьская провокация, где Азербайджан решительно отразил атаку противника, не стали уроком для Армении? Ну, понимаете, ведь то, что происходило во время Карабахской войны все это было, был процесс восстановления территориальной целостности Азербайджана. Все это было направлено на то, чтобы сделать и восстановить и реализовать четыре резолюции Организации Объединенных Наций, которые, значит, четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые были тем, что должно было быть реализовано Минской группой, тем, что должно было быть реализовано теми посредниками, которые на протяжении всех этих лет пытались якобы восстановить территориальную целостность Азербайджана. И то, что сегодня происходит, это результат в принципе реализации тех устремлений, которые были и исходили от и со стороны армянства, и со стороны республики Армения для того, чтобы поставить Азербайджанскую республику, поставить Азербайджан в ситуацию, когда мы как бы были бы виноваты во всем этом конфликте. сегодня, когда мы говорим о том, что Азербайджан это страна, которая освободилась от агрессии и оккупации, страна, которая реализовала четыре резолюции генеральной, простите, значит, Совета безопасности ООН, страна, которая обеспечила восстановление своей территориальной целостности, и в этой ситуации мы сталкиваемся с теми провокациями, которые имеют место по сегодняшний день, что на территории Карабахского региона под контролем России кемерово-отворцев, что на границе Азербайджана и Армении, то эти провокации направлены именно на то, чтобы осложнить ситуацию, которая направлена к миру. Ведь когда мы говорим о том, что Азербайджан предлагает реализацию и ускоренное развитие мирного процесса, когда Азербайджан выдвинул пять принципов подписания мирного договора, когда Азербайджан предлагает установление, предлагает работу по делимитации, демаркации границ. Что это такое? Это стремление к миру. Это предложение мира. Это предложение мира тем, кто на протяжении 30 лет оккупировал наши территории. и когда в ответ мы получаем провокации, мы получаем ответ, который направлен на дестабилизацию ситуации, который направлен на то, чтобы на невосприятие мирных предложений, то это естественно показывает, кто хочет мира и кто его не хочет. когда сегодня мы говорим о том, что вот это сегодняшняя провокация, то, что происходит сегодня, и те жертвы, которые сегодня имеют место на границе, и то, что спровоцировано реваншистскими силами Армении, то я понимаю, что и мы понимаем, что это имеет место в результате мирного процесса, в результате того, что была заявлена встреча в Вашингтоне, были заявлены инициативы, связанные с переговорами лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне, и вот это все естественно не дает покоя и приводит к тому, что мы сегодня имеем в виду, имеем место. Микмель, большое вам спасибо за Ваш комментарий, за то, что подключились к нам. Я напомню, что на прямой связи со студией был нами Калиев, доктор юридических наук, чрезвычайный и полномочный посол. МИД Азербайджана распространил заявление в связи с провокацией, совершенной Арменией на государственной границе в Лачинском направлении. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, подобные провокации Армении происходят на фоне серьезных призывок переговоров по мирному договору со стороны международного сообщества и свидетельствуют о том, что Ереван не заинтересован в мирном процессе. Провокации Армении против Азербайджана, попирая нормы и принципы международного права, не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, но и серьезно угрожают региональному миру и безопасности. Эти действия Армении должны быть отвергнуты и осуждены международным сообществом в строгом формате, заявили в МИД Азербайджана, добавив, что ответственность за провокации полностью ложится на армянскую сторону. Сейчас к нам подключается Ниджат Гаджиев, главный редактор информационно-аналитического портала «Обозреватель». С ним мы продолжим говорить на тему обострения ситуации на границе. Ниджат Мелем, добрый вечер. Здравствуйте. Ниджат Мелем, сегодняшняя провокация, которую совершила Армения, в результате которой погибли трое военнослужащих азербайджанской армии. То есть с этой стороной говорить о мире здесь и о подписании мирного договора, который осуществляет продолжительные провокации, в результате которых гибнут военнослужащие как с азербайджанской, как с армянской сторон и также наносят ущерб миру в регионе. Просто нельзя. И вот как, на ваш взгляд, это все может обернуться и чего добивалась Армения этим? На самом деле сейчас армянская сторона чувствует себя определенно комфортно из-за в первую очередь европейской миссии, которая находится сейчас на территории Армении в природничной зоне. Она думает, что ее действия могут остаться безнаказанными, а потому они могут делать все, что им угодно. Поскольку в данной ситуации сейчас мы имеем рефери, рефери это европейская миссия, которая будет фиксировать, кто первым нарушил. Даже тут звучит несколько фактов. Во-первых, европейская миссия находится на территории Армении. А будучи на территории Армении, она не может взять и сказать, что, знаете, вот Армения атаковала территорию Азербайджана. Она будет обвинять тоже Азербайджан, скорее всего, я так предполагаю. Поэтому сейчас Армения, заведомо понимая и зная, что она в определенном комфорте из-за этой европейской миссии она может идти на разного рода провокации и авантюры подобного. Заведомо думая о том, что Азербайджан, испугавшись какой-то европейской миссии, она ничего не будет предпринимать по защите и охране своей территории. Это ошибочное мнение. И сегодня азербайджанская армия продемонстрировала, что она решительно готова защитять то, что по закону принадлежит ему. Я отмечу, что эти границы, которые сегодня есть между Азербайджаном и Арменией, они условные, они деметризивны и демаркированы. А поскольку так еще неизвестно, куда, в какую сторону будут двигаться эти границы. Скорее всего, эти границы будут двигаться в сторону Армении. Мы передвигали начиная с 2020 года, так и будем передвигать дальше. Никакая европейская миссия не напугает Азербайджан, не остановит Азербайджан в защите своих территорий и защите своей страны, охране ее всей линии. Это первое. Вторую очередь, есть в Армении силы, это реваншисты, в первую очередь, о них рассказывал и постоянно говорит президент Азербайджан Хамалиев, а в этом году и МИД Азербайджан и реваншисты. Они члены внутри правительства Армении. Они представлены как в парламенте, как в правительстве Пашиняна. Их очень много в армии, которые еще не до конца осознало, что с ними произошло в 2020 году. Они думают, что они вот сейчас на реваншистской теме смогут что-то отыграть. Ничего они не смогут отыграть, это бесперспективное направление, в первую очередь. А второе, эти силы, они против того, чтобы был подписан мир на соглашение. Вот давайте подойдем к тем вот так. Вот сегодняшняя провокация, кому она была выгодна? Очевидно, что Баку, который еще вчера президент Азербайджан Алиф, выступая в Астане, заявил, что переговоры по мирному процессу идут и альтернативы миру нет. А сегодня уже мы видим на границе перестрелку и убийство. Три азербайджанских солдата стали шахидами, Аллах рахметаласин, и четыре армянского военнослужащих. Погибло шестеро раненых. То есть это все нагнетает обстановку как внутриармянского общества, это нагнетает обстановку внутриазербайджанского общества и создается определенная каста количества людей, которые выступают против мира и готовы выступать за то, что для полного уничтожения друг друга. Но это деструктивная позиция. Я считаю, что все-таки переговоры по мирному совершению должны быть продолжены, несмотря на то, что мы сейчас имеем, к сожалению. однако их президент Азербайджана утверждает и рационализм заключается в том, что подобные стычки еще до подписания мирного соглашения, к сожалению, надо констатировать, что будут. И Азербайджан должен быть готов к такого рода провокации и ответ должен быть жестким, как минимум, который мы увидели сегодня. Ответ был достаточно жестким и Азербайджанская армия привела к боевой готовности все прифронтовые свои войсковые части. Это мы тоже знаем. А потому все, что сейчас не делается, это делать со стороны определенной радикальной касты людей внутри Армении для того, чтобы сорвать мирное соглашение. Я отмечу, что в их СМИ уже некоторое время, начиная с февраля этого года, массирована идет информация, что вот сейчас как растает снега, азербайджанская армия пойдет в атаку и начнет захватывать цингизы. Это парадигма в армянском медийном обществе, в их телеграм-каналах и в информационном поле, в частности, среди экспортов очень популярна, и они на этом устраивают концепцию своего реваршизма. А поскольку так, это создает определенный фонд для того, чтобы пойти на провокацию и обвинить заведомо Азербайджан. То есть три месяца они повторяли то, что Азербайджан возьмет в Азербайджан, атаковать Армению и так далее. Три месяца беспрерывно они это говорили. Вот наконец произошло столкновение. А значит, Азербайджан хотел что-то сделать. Так будет думать рядовой Армении и так будет срываться возможные переговоры, которые намечены на ближайшую весну. То есть по информации по крайней мере армянских СМИ. и ряда источников должны были быть переговоры в Вашингтоне при посредничестве Антона Блинкина. А как идти на эти переговоры, если тут в регионе война, люди умирают, погибают, и это то есть тут еще есть информационный шум, эмоциональное положение людей и так далее. То есть они таким образом пытаются эти люди, эти группы сорвать переговоры. Но я все-таки надеюсь, что рационализм возобладает и мирное соглашение рано или поздно с большой вероятностью, что в этом году будет подписано. Альтернативы нет. Можно с Арменией воевать до последнего армянина или до последнего азербайджанца, но это последняя вторая часть, маловероятная. Но тем не менее все равно и мировое сообщество, и региональные страны, и в целом рациональное обучение говорит о том, что в том или ином виде я так полагаю, что страны придут к согласию и кроме этого любая война всегда заканчивалась мирным соглашением. Любая война. Какие бы там итоги не были, конец любой войны это дипломатическая активность и подписание сначала рамочных, а потом уже все объединяющие мирного соглашения. Поэтому сейчас провокация радикальных групп Армении, которые встроены в Минобороны Армении, встроены разные информационные круги, встроены в аппарат Пашиняна и так далее. Это все одна цепочка, которая выступает против всего этого и пытается через Францию, через Россию, через Иран, в частности, в последние месяцы мы это видим очень часто, что вот секретарь Совета Безопасности Армении был недавно в Тегеране. спрашивается где отчет того, что он там был. То есть встреча, о чем они говорили, о чем договаривались и почему после того, как он возвращается, мы видим опять стартное рейнение. Тоже отдельный вопрос. То есть есть группы, заинтересованные группы в регионе. Это отдельная группа внутри Ирана, отдельная группа внутри Армении, отдельная группа где-то в Минобороне России, отдельную группу в Европе, точнее в Европе это понятно, кто выступает все-таки больше, Франция, за радикализм и дестабилизацию в регионе. Поэтому сейчас Азербайджану и Армении будет сложно подписывать международные соглашения, но мы должны пройти этот сложный путь. Другого у нас просто варианта нет. Сейчас активно в иранских СМИ появляется такая информация о том, что беспилотники вылетели в сторону северо-западной границы для выполнения разведывательных задач. В том числе армейские силы Ирана были приведены в боевую готовность на границе Армении и Азербайджана. Но при этом Армения опровергает факт применения иранских беспилотников. На ваш взгляд, учитывая дружбу Еревана и Тегерана, насколько иранская сторона может быть вовлечена в данный процесс? Она может быть вовлечена в этот процесс. Напрямую она вовлечена. И я вам даже скажу больше. После окончания Второй Карабахской войны, после того, как эта война показала ряд преимуществ Азербайджана. И, кроме того, мы увидели, как поменялась концепция ведения войны. Азербайджан вел войну новым поколением, новыми средствами и новым вооружением. Беспилотники показали свою эффективность. А поскольку Иран, при всем том, что, как бы к ней ни относиться, но она специализировала свое ВПК в сторону крылатых ракет и беспилотников, это Шахиды-136, которые сейчас поставляются России, чтобы они бомбили Украину, это всего лишь один из видов иранских беспилотников. Есть множество беспилотников. Насколько я знаю, у них есть 18 наименований беспилотников разного характера, разного калибра, разной тактической способности. И вот в 21-м году это был момент, когда еще все поняли, что одну из ключевых роль успеха азербайджанской армии сыграли беспилотники Байрактаре и израильского производства Харопы, Армения активно начала в кредит закупать у Ирана беспилотники. В некоторых случаях Иран сам поставлял свои беспилотники и обучал армянских операторов для того, чтобы они могли пользоваться этой техникой. Для того, чтобы привести армянскую армию хоть какой-то баланс в соотношении с Азербайджаном. Другой момент, что они не смогли привести в баланс. Другой момент, что иранские беспилотники это не совсем и то, что мы думаем это какого-то мирового ноу-хау. Нет, это не так, это обыкновенные такие беспилотники, но весьма рабочие. И по опыту по ближним и восточным действиям Ирана и их прокси можно понять, что это рабочие беспилотники, а не эффективные беспилотники. И Иран с Арменией в 21-м году. Сейчас в 23-м год наверное армянские военнослужащие освоили эту технику, научились. Да, они отречают по одной единственной причине, поскольку Иран сейчас подсанкционная страна, ведет переговоры с США, ведет переговоры с европейскими странами, пытается показать себя, что вот она пацифистская страна, а не милитаристская, что она всегда за стабилизацию, за советательную политику, и так далее. Это все маркеры, этикеты, которые она пытается продать мировому сообщу, что вот она вся такая белая, пушистая, и весь мир все-таки против нее. На самом деле это не так. Иранские вооруженные силы активно начали обучать Армению, я даже скажу больше. Были информации, шли информации о том, что не только иранские беспилотники есть на вооружении Армении, более того, еще иранские спецназы обучают, армянские спецназы обучение. Спрашивайте, под каким юридическим правом это делается? Тоже отдельный вопрос, тут юридический казус. У Армении и Ирана нет ни одного юридического документа, о взаимной армейской помощи, взаимной какой-то той или иной поддержке и так далее. У Армении есть соглашение с ОДКБ и с Россией отдельно. Все. А сейчас мы видим, что Иран в той или иной степени пытается возродить армянскую армию. Частично они ее смогли привести в какой-то порядок, частично. Нельзя сказать, что ее нет, нет, она есть. И мы видим, что армянская армия, чем больше обучается новым технологиям, и чем больше она получает каких-то военных навыков, тем она становится агрессивнее. Эту агрессию нам приходит усмирять своими действиями, своими вооружениями, техникой, и в первую очередь естественно храбростью и навыками своих солдат, которые сейчас охраняют нашу границу. Тем не менее, участие Ирана в строении армянской армии сейчас очень велико. Это факт. Этого отрицать не имеет просто никакого смысла. Есть множество косвенных и прямых фактов, которые подтверждают это. и тут нужно сказать, что Иран в этой роли сейчас выступает в роли союзника Франции, которая также поддерживает Армению. Если раньше весь западный мир надеялся и верил и как-то был уверен в отношении Армении из-за российского фактора, но как мы увидим, начиная уже еще с войны 2016 года, а потом еще войны 2020 года, с Арменией мы увидим, что нет, все не так односночно. Россия в определенной степени держит баланс. Но поскольку так, нам надо тащить, как говорится, каштаны из-под огня, и вот Иран взялся каштаны тащить. Другой момент, насколько потом их дипломатические усилия с Баку будут успешны. Как мы знаем, 7-8 апреля состоялся телефонный разговор Абдуллах Яна с Байрамовым, телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны, кстати говоря, об этом мало говорится, но тем не менее это была инициатива иранской стороны. И появились какие-то надежды и позитивные месседжи о том, что стороны начнут реализовывать намеченные проекты и прочее. Пошла определенная разрядка. А вот сейчас мы опять видим, что эту разрядку есть силы и группы, будь то внутри Ирана или внутри Армении, которые против этой разрядки. Кстати, я вот еще такой момент отмечу, что не случайно, что это столкновение произошло на самом протяжении границе Азербайджана со всеми соседями этой Армении. Почему эта статуя не произошла допустим на Нахчеванском участке границы? Ни в Газахе, ни в Туозе, ни в других местах. А именно в южной части, в Лачинской части, в Зенгизоре. А область они называют в Армении это область Сюнигская область, это Зенгизор. Почему именно там? Потому что именно на это противостояние, именно на эту эскалацию Иран будет реагировать, очень остро реагировать. Вот, собственно, как сейчас на сегодня выстроена картина. Но я считаю, что мы должны двигаться, двигаться по пути дипломатического развития, потому что любая эскалация может вывести ситуацию, то есть контроль и регионы и перевести ситуацию в деструктивную плоскость. Мы же как странно. Ниджат Мелем, большое вам спасибо за ваш комментарий. Я напомню, что к нам подключался Ниджат Гаджиев, главный редактор информационно-аналитического портала «Обозреватель». С момента окончания 44-дневной войны провокации вооруженных сил Армении в отношении Азербайджана не прекращаются. Ширкомасштабная армянская провокация на Азербайджан была совершена в ночь с 12 на 13 сентября прошлого года. Очередную агрессию армянской стороны против Азербайджана назвали грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, а также положение трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России. Действия Армении преследуют цель замедлить реализацию масштабных проектов по восстановлению гражданской инфраструктуры, осуществляемых Азербайджаном в приграничных районах, освобожденных от оккупации и сохранить атмосферу напряженности вблизи границ Азербайджана. Недавно, 5 марта, армянская сторона вновь совершила провокацию на дороге Ханкенде Халфали-Турсу. В результате перестрелки с обеих сторон были погибшие и раненые. Помимо этого, вооруженные силы Армении периодически подвергают позиции азербайджанской армии обстрелу, нагнетая таким образом напряженность в регионе. Азербайджан, во свою очередь, неоднократно заявлял о том, что вооруженные силы страны примут все необходимые решительные меры для пресечения любой провокации. О ситуации на границе подробнее расскажет мой коллега Шамистан Мамедов. Шамистан, здравствуй. Здравствуй, Лидия. Провокация армянской армии на Лачинском направлении государственной границы была заранее спланирована. На это указывают многочисленные факты, в том числе присутствие командира специального корпуса вооруженных сил Армении на месте боевых действий. К слову, он получил тяжелое ранение. Обычно командирский состав привлекают к выполнению подобных спланированных операций. Но армянская сторона уже попыталась придумать свою версию событий и по традиции перевернула все с ног на голову. Утверждается, что упомянутый командир корпуса якобы отправился на переговоры с азербайджанской стороной. Мол, надо было обговорить расположение позиции. Но эта версия действительно не выдерживает никакой критики. Подобные переговоры между сторонами ранее всегда анонсировались. Прежде новостные ленты армянских СМИ пестрили яркими заголовками о планируемых встречах. Для армян азербайджанского урегулирования предпринимаются все возможные шаги, однако подобные провокации наносят урон мирным усилиям. В то время как Запад активизирует свои усилия в решении вопроса, противостояние на Азербайджан армянской госгранице не является случайностью. Мы видим, что есть силы, не заинтересованные в мире. Циничные вооруженные нападения, совершенные армянским режимом против вооруженных сил Азербайджана, являются ярким нарушением международного права. Это становится причиной эскалации на Южном Кавказе. Международное сообщество должно предпринять незамедлительные меры для того, чтобы предотвратить подобные действия Армении. Мы видим, что оно остается в стороне. Сегодняшние действия говорят о том, что Армения не хочет быть вовлечена в переговоры и достижение продолжительного мира вместе с Азербайджаном. Инцидент по сообщениям СМИ начался с того, что группа армянских военных приблизилась вплотную к азербайджанским позициям в ответ на предупреждение со стороны военных Азербайджана с требованием отойти. Армянская сторона открыла интенсивный огонь. После этого завязался интенсивный бой. Все в лучших традициях Армении спровоцировать, а потом жаловаться всем подряд, строя из себя жертву. И в этот раз к образу невинной овечки Армения подготовилась заранее. Уже несколько недель в армянских СМИ то и дело тиражировались материалы о так называемых планах Азербайджана напасть на Армению. Официальные лица этой страны в последнее время на всевозможных международных площадках нагло говорили, что якобы это Азербайджан готовит эскалацию. Таким образом армянская сторона попыталась полностью смести следы за напряженную ситуацию. Но почва для совершения новой армянской провокации оказалась некачественной. Оперативная ситуация была и остается под контролем вооруженных сил Азербайджана. Провокация Еревана стала очередным фиаско армянского руководства. Все границы Азербайджана находятся в надежных руках. Несмотря на продолжительные мирные призы в Азербайджан армянские провокации не прекращаются. Высказывания направлены против Азербайджана, провокационные заявления говорят о том, что Армения готовится к новой войне. Интересна последовательность этих действий. Ранее Армения давала позитивные месседжи по поводу мирного договора. После того, как на нее стала действовать шпионская сеть Франции под видом миссии Евросоюза, ситуация стала накаляться. Очевидно, что страна агрессор Армения видит поддержку в лице Евросоюза. Похоже, Ереван воспринял миссию ЕС при граничных с Азербайджаном районах в качестве вседозволенности и безнаказанности. Вооруженные силы Армении после приезда в регион так называемых наблюдателей стали все чаще прибегать к военным провокациям против Азербайджана. Сегодняшний случай тому еще один пример. В свою очередь, пообещавшись следить за порядком, Европейский Союз вместо осуждений действий Армении только поощряет ее деструктивную деятельность. По мнению экспертов, Евросоюз будет и дальше закрывать глаза на подобные действия Армении, так как Ереван и группа европейских наблюдателей снабжают Запад разведывательной информацией о деятельности России и Ирана в регионе. Это еще раз показало и доказало, насколько военно-политическое руководство Армении далеко от повестки мира и ответственность за рост напряженности в регионе, конечно же, несет только Ереван. Но несет не только Ереван, но и покровительствующие ему страны. Армения сейчас не готова к полномасштабной войне, а к провокации очень даже готова. Те наблюдатели, которые находятся сейчас на границе, европейские наблюдатели, они хотят Армяне им показать, что наоборот их тем самым расположить к себе, показывая, что вот как Азербайджан не прав, как он себя ведет, чтобы показать, что Армения маленький беззащитный народ, который очень нуждается в их поддержке. С помощью таких провокаций они хотят показать для них, что это был инициатором Азербайджана. Также интересен тот факт, что интерпретацию всех этих событий вещает министр обороны Армении, который именно сейчас находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и прямо оттуда дает комментарии. То есть управление всем этим процессом как раз-таки мы можем предположить происходит из штаб-квартиры НАТО. Особое внимание привлекает и техника, которую сегодня задействовала Армения. По сообщениям СМИ армянская сторона использовала артиллерию и беспилотники. Позже вблизи границы было зафиксировано скопление живой силы и тяжелой техники Армении в Лачинском направлении. Видимо Ереван действительно готовился к серьезной военной операции, но встретив жесткое сопротивление одумался. Что же армянская сторона получила в итоге? В сети появились новые кадры того, как армянские солдаты бросают посты в направлении села Дыг. Кажется, скоро у первой леди Армении Анна Акопян будет новая статистика Карабахской войны. Ранее она призналась, что во время Второй Карабахской войны в рядах вооруженных сил Армении наблюдалось масштабное дезертирство. По ее словам, на тот момент более 11 тысяч армянских военнослужащих прибегли к дезертирству. Примечательно, что в последней неделе в Армении также проводилась скрытая мобилизация. Так называемый сбор резервистов проводится с 1 марта. Использование оружия купленного у Индии или Ирана, то кардинально ситуацию в военных действиях оно не изменит. Оно закуплено не в таких больших количествах. В Армении нет просто денег закупать оружие в больших количествах. Она в основном использовала оружие, которое ей дарила Россия в Второй Карабахской войне. И сейчас она также просто будет делать вид, что имеет поддержку от Ирана и Индии. Подобные провокации Армении происходят на фоне серьезных призывов к переговорам по мирному договору. Получается, что Армения не заинтересована в мирном процессе. Об этом говорят и интенсивные закупки Армении вооружения из Индии, а также поставки из Ирана, который в антиазербайджанской истерике решил еще больше потакать захватнической политики Еревана. К слову, ряд СМИ сообщили, что армянская сторона использовала закупленную, а по всей вероятности подаренную технику. Речь идет в том числе об иранских дронах. К слову, иранский журналист Риза Аббаси сообщил, что беспилотники корпуса стражей Исламской революции уже вылетели к северо-западным границам для проведения так называемых разведывательных полетов. Не исключено, что Никол Пашинян, которого вы сейчас видите на экране, также пытается отвлечь внимание от внутренних проблем в стране. В армянском обществе продолжает требовать отставки премьер-министра Армении. В этот раз его встретили протестами военно-дзорской области страны. Одна из женщин даже попыталась швырнуть зонтик главу армянского правительства. Личной охране премьера удалось предотвратить возможное нападение. Теперь 47-летняя жительница села Малишко грозит до 5 лет лишения свободы. В Следственном комитете страны произошедшее назвали попыткой совершения очевидного насилия в отношении премьер-министра Армении. Тем временем местные правозащитники обвинили команду Никола Пашиняна в том, что он утрирует ситуацию. Несмотря на инцидент, встреча Николы Пашиняна с жителями в Вайдзорской области все же состоялась и большую часть своей речи армянский премьер посвятил так называемым вопросам безопасности Армении. Выступление Пашиняна вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Жители пожаловали, что премьер не способен обеспечить даже свою собственную безопасность. О стремительном падении рейтинга Пашиняна говорят и результаты многочисленных опросов. Пока у власти находятся эти люди, наша жизнь всегда будет в опасности. Они должны подать в отставку и убираться из страны. Остальные вопросы мы сами решим. Наши первые враги находятся у власти и в парламенте. Азербайджанцы таким образом постепенно дойдут до Еревана. Чем думали люди, когда приводили их к власти? Мы лично за них не голосовали. Я ужасно волнуюсь, видя все это. Непонятно, о чем думает наш народ. Не думаю, что от проигравших войну властей можно ожидать чего-то позитивного. Если мы хотим выйти из тяжелой ситуации, мы должны менять в стране очень многое. От властей до менталитета. Мы должны набраться терпения, сплотиться и бороться. И надеяться на хорошее. Что мы имеем сегодня? Ничего. У нас нет ни фабрик, ни заводов. Ничего не производим. Глубоко переживаю за происходящие в стране события. Самое ужасное это то, что от нас ничего не зависит. Мы бессильны и ничего не сможем сделать. Лидия, также и в СМИ, и в Телеграм-каналах мы можем заметить, что в ход пошли снова фейки. Армянская сторона распространяет фейковую информацию. Также они пытаются обвинить Азербайджан в использовании беспилотников и другой техники. И публикуют, тиражируют фотографии несоответствующей действительности. Фотографии со времен Второй Карабахской войны. То есть это неудивительно. И вот даже их МИД и другие ведомства делают такие заявления, где пытаются все перевернуть с ног на голову, обвинить нас в том, что совершает сама Армения. И вот мы сейчас сталкиваемся с очередным потоком дезинформации от Армении. И в том числе можно увидеть фейковые кадры якобы сегодняшних событий, но многие из этих кадров были сделаны еще во время Второй Карабахской войны. И даже если они представляют кадры сегодняшних событий, то описание, которое сопровождается, вот текст, с которыми сопровождаются эти кадры, не соответствует действительности. Конечно же, они представляют именно свою сторону в качестве жертвы. Сейчас идет также, звучат также среди жителей и пользователей армянского сегмента соцсетей утверждение о том, что армянское руководство, как и во время Второй Карабахской войны, скрывает реальные потери. И, кажется, скоро мы точно узнаем о реальных потерях армянской страны. Шамистан, большое тебе спасибо, что Армения не первый раз распространяет дезинформацию, чтобы ввести международное сообщество в заблуждение. Я тебя еще раз благодарю. Я напомню, что о ситуации на границе рассказал мой коллега Шамистан Мамедов. Абудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международное сообщество осудить действия Армении. Несмотря на неоднократные призывы к мировому сообществу и требованиям о необходимости прекращения Армении военных провокаций, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе, эти провокации продолжаются. Это значит, что Армения не заинтересована в мирном процессе и не отказалась от своих адгрессорских намерений. Сабина Алиева подчеркнула, что Армения препятствует мирному процессу в регионе, грубо нарушая нормы и принципы международного права и международного гуманитарного права. Абудсмен Азербайджана обратилась к мировому сообществу с призывом проявить твердую позицию в вопросе прекращения военных провокаций Армении и восстановления мира. Группа женщин из западного Азербайджана направила обращение председателю Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен, в котором подробно рассказывается об этнических чистках и других преступлениях против человечности совершенных Армении. Подчеркивается, что целью общины западного Азербайджана является защита прав азербайджанцев, вынужденно покинувших свои дома в Армении. В результате тотальной этнической чистки, проведенной Арменией против азербайджанцев, в этой стране не осталось ни одного азербайджанца, и это оказало пагубное воздействие на общину и причинило особенно большие страдания азербайджанским женщинам. Как говорится в письме, адресованном председателю Еврокомиссии, вопрос безопасного и достойного возвращения, реабилитации и реинтеграции изгнанных из Армении азербайджанцев должен находиться в центре дипломатических усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном. В письме также отмечается, что Армения не ограничилась проведением этнической чистки против азербайджанцев, но и систематически уничтожала азербайджанское культурное наследие на территории Армении. Уничтожение культурных религиозных памятников, в том числе мечети и кладбища других святынь, принесло огромную боль и страдания азербайджанцам и является грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека. Кроме того, за последние 30 лет Армения отказывала азербайджанцам в посещении кладбищ, объектов культурного наследия и мест поклонения, несмотря на то, что такие поездки имеют большое значение для мира и примирения. Такое бесчеловечное обращение с культурным наследием Азербайджана и запрет доступа к нему способствуют дальнейшему повышению напряженности в регионе. А теперь к новостям в экономике. Экономический блок представит моя коллега Нигер Ахманова. Увеличение добычи Азербайджаном углеводородов прямо зависит от уровня технической базы нефтегазодобывающей инфраструктуры. На днях была отправлена в море конструкция платформы центральных и восточных озерей, а сегодня в эксплуатацию сдан первый в Азербайджане стационарный морской платформенный кран. Конструкция произведена Сокар-СТП, которая входит в состав одного из резидентов Сумгаидского химико-промышленного парка СТП. И стационарный платформенный подъемный кран изготовлен совместно с турецкой компанией Гурдесан по заказу производственного объединения Азнефть госнефтекомпании Сокар. Максимальная грузоподъемность крана составляет 3 тонны на 35 метрах, 8 тонн на 30 метрах и 35 тонн на 5 метрах. Подъемный предназначен для перемещения грузов и персонала между баржей или кораблем и морской платформой. В ходе презентации новой продукции Сумгаидского технологического парка прошли также испытания крана на специальном полигоне. По результатам проведенных испытаний кран получил международный сертификат и признан годным к использованию. Этот кран впервые в Азербайджане за всю историю был произведен в Сокар-СТП. Инженерию нам помогла турецкая компания Гюрдесан, в которой наши инженеры были вовлечены во всю эту технологию, начиная от спецификации крана и заканчивая его монтажом. И сегодня мы показывали вам на заводе все другие краны, которые 4 остальных крана. Первый наш заказ был на 7 кранов, 5 из них готовы. Все 5 кранов были произведены у нас на заводе и были протестированы сегодня. За последние 4 месяца в промышленных парках Азербайджана зарегистрировали 12 резидентов, о чем сообщил в ходе мероприятия председатель правления агентства по развитию экономических зон Азербайджана Ильшат Науриев. И по его словам, новые участники индустриальных парков инвестируют в общей сложности около 100 миллионов монатов. Планируется открыть 650 новых рабочих мест. В экономической зоне Долины Арас есть два иностранных резидента. Один из них совместное российско-азербайджанское предприятие Автолизинг Азербайджан. Совместный сервисный центр КАМАЗ и Генжинского автомобильного завода будет запущен в июле 2023 года на территории промышленного парка экономической зоны Долины Арас. На сегодня строительные работы завершены на 85%. Председатель правления Агентства по развитию экономических зон также подчеркнул, что завершены проектные работы по созданию сервисного центра для автомобилей итальянской марки Ивэка в промышленном парке экономической зоны Долина Арас в Джебраильском районе. По его словам, самое ближайшее время начнется строительство центра. Кроме того, Шатнуриев отметил, что в Агдамском промышленном парке также рассматриваются заявки на несколько проектов. Перспективы сотрудничества обсудили в ходе видеоконференции министр экономики Азербайджана Микел Джабаров и генеральный директор Эдипорт Группс из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Джума Аль-Шамиси. Также были изучены деловые и инвестиционные возможности, о чем сообщил в Твиттер Микел Джабаров. Эдипорт Группс является эксклюзивным разработчиком и регулятором портов и связанной с ними инфраструктурой в Абудабе. В Баку и Абудабе Тесла сотрудничает по проектам в области альтернативной энергетики. Напомним, что в рамках официального визита президента Эль-Хама Алиева в УАЭ были заключены два соглашения между госнефтекомпанией Азербайджана Сокар и Эмиратской Маздар по развитию ВИЭ в Азербайджане. Маздар в настоящее время в Азербайджане реализует проект строительства городахской солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт. На этом экономическая рубрика подошла к концу. Лидия. Спасибо, Нигер. Я напомню, что экономический блок представила моя коллега Нигер Рахманова. Это были все новости на сегодня. Далее на CBC смотрите аналитическую передачу. Это важно. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин